Работа нашего мозга, как и много лет назад, остаётся самой большой загадкой в области наук о человеке. Тем не менее, благодаря усилиям учёных, последние десятилетия представления о том, как устроена наша самая главная библиотека, довольно сильно изменились. Поделиться этими знаниями мы попросили члена-корреспондента Российской Академии Наук, руководителя отдела нейронаук научно-исследовательского центра Курчатовский институт Константина Анухина. Здравствуйте, Константин Владимирович. Спасибо, что пришли в нашу программу. Добрый день. Константин Анухин. Родился в Москве в 1957 году. В 1980 году окончил лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени Сеченова. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию в НИИ нормальной физиологии имени Анухина. В 1992-м получил степень доктора медицинских наук за диссертацию «Ранние гены в механизмах обучения и памяти». С середины 80-х годов исследует молекулярные, клеточные и нервные механизмы памяти, её формирование, пламение и излечение. В последние годы ведёт исследование биологических основ сознания. В 2002 году избран членом-корреспондентом Российской Академии Медицинских Наук, а в 2008-м членом-корреспондентом Российской Академии Наук. С 2011 года руководит отделением нейронаук в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Вы и ваши коллеги, когда рассказываете об устройстве мозга, как правило, вы рассказываете о таком месте, где у нас хранится информация. И вот вы, я заметила, неоднократно использовали такую метафору в Вавилонской библиотеке из рассказа Борхеса. И, в общем, людям, которые не связаны с наукой или с нейробиологией, им как-то легко понять, что, ну да, вот есть место, где у нас в организме складываются какие-то кусочки информации. Но, с другой стороны, каждый из нас, помимо информации памяти, запоминания, мы еще всегда думаем, что вот наше сознание связано с такими вещами, как там память чувств, душа в конце концов. Вы вообще такие вещи не рассматриваете в ваших исследованиях? Они для вас просто вне науки? Нет, это ошибка. Вы понимаете, во-первых, метафора любая имеет свои границы. Это всегда способ объяснить что-то. Это не модель. Метафора мозга, как большой телефонной станции, не означает, что это большая телефонная станция, как суперкомпьютеры, что это не суперкомпьютер. Мы хотим понять мозг как мозг. И Вавилонская библиотека, она тоже несет какую-то идею, которую нужно объяснить. И основная идея метафоры Вавилонской библиотеки, их две, на самом деле. Первое, что Вавилонская библиотека безгранична, как считал Борхес. Она, ну, энтузиасты посчитали, что она на невероятное гипер-астрономическое число степеней превосходит размеры видимой Вселенной. И наш разум, наше сознание, наша душа, если хотите, имеет такое количество степеней свободы, она может создать такое количество миров в себе, которые нельзя сосчитать. В ней содержатся все образы того, что мы видели каждую секунду. Она может генерировать то, что мы видим, это то, что создают эти клетки мозга, все восходы и закаты, все кадры фильмов, которые мы когда-либо видели, все мелодии, которые мы когда-либо услышали, и более того, поскольку мы можем это воспринять, все восходы и закаты, которые когда-либо человечество сможет увидеть, или все фильмы, которые когда-либо оно сможет увидеть, все книги и поэмы, которые когда-либо сможет прочитать. Это бесконечность. Есть еще другая, конечно, сторона, когда вы сказали про память чувств, что Вавилонская библиотека – это может вводить в заблуждение. Это текст, это что-то, что хранится. И наш разум и сознание – это первое, что мы способны в нем создать, как некий образ. Но и другая сторона – это то, что мы помним. Вот если я вас прошу, помните и пытайтесь вспомнить какие-нибудь из закатов, которые вы видели в своей жизни. Вы, наверное, несколько вспомните, особенно красивых. На самом деле вы видели, наверное, сотни и тысячи закатов. То есть в вашей памяти остаются далеко не все. Но и то, что создается в этой библиотеке, и то, что остается потом небольшая часть в виде текстов, это не только информация, которая справочная информация. В вашей Вавилонской библиотеке или в моей Вавилонской библиотеке и первое поцелуй, и рождение ребенка, и, может быть, смерть близкого человека, и все эмоции, чувства, которые мы испытывали. И Тристана Изольда, и Ромео Джоли, это они все в этой Вавилонской библиотеке. А вот чуть раньше вы употребили через запятую разум, сознание, душа. Вот в истории культуры, в истории искусства, в истории литературы традиционно противопоставляется разум и душа. А для нейробиолога это через запятую, это почти знак равенства? Я думаю, что мы разберемся с этим. То, что мы называем разумом, это некоторая структура, которая есть у нас, и мы несем и храним ее в любое время, даже когда мы находимся без сознания, например, во время глубокого сна без сновидений. Сознание – это процесс в этой структуре. Вот когда она активна, и там что-то происходит, то наш разум бодрствует, мы находимся в сознании. Душа, поскольку это очень древнее понятие, оно в себя очень многое включает. Но более сложное, конечно. Когда мы говорим, что душа отлетает во время сна и возвращается, как древние греки, в момент пробуждения, то мы говорим, наверное, о сознании. С другой стороны, душа содержит все наше «я». Нам трудно представить понятие души без того внутреннего содержания. Я думаю, что на самом деле душа – это и та часть нашего разума, которая структура, которая не просто рациональна, она эмоциональна, но это все, что есть накоплено нашим опытом, наш субъективный опыт. Есть продукт работы нервных клеток. Я могу это сказать другим образом. Нет мозга, нет души, нет психики. Наш мозг умирает, душа не остается. Мы – это наш мозг. Это было бы слишком просто. С одной стороны, мы – это наш мозг. С другой стороны, наш мозг организован определенным образом. В нем должна быть записана вся эта информация в Вавилонской библиотеке. Она должна туда как-то попасть. Эти тексты должны возникнуть. Представьте себе, что у вас есть эта библиотека, в которой огромное количество букв и слов, но которые не образуют смыслов. Можете ли вы себе представить ситуацию, что есть мозг, который не содержит развитого разума, интеллекта, души и чувств? Вполне может быть. Есть трагические случаи, когда рождаются дети с интеллектуальным доразвитием. Они не развиваются. Они имеют некоторые задатки, которые дала эволюция. Но большого и глубокого содержания. Тогда, просто глядя на мозг, вы не увидите это по сегодняшнему понятию. Вы должны понять, что за свойства организации, которые возникают в этом мозге. Поэтому вот вещь, которую мне последние несколько лет очень важным кажется понять, это то, как должен быть организован мозг, чтобы в нем появился разум. Разум – это некая надстройка над просто физической материей мозга. А мы хотя бы какие-то базовые принципы понимаем, вот как рождается мысль на нейрофизиологическом уровне, именно на уровне клеток? Этот процесс там описан, зафиксирован? Да, мы понимаем. И для меня сверхзадачей является создать такую теорию, которая позволит для самых разных видов нервной системы. Человек, обезьяны, объяснить, как появляется на основе работы нервных клеток, появляются элементы разума и вся система разума. Я думаю, что эта теория достаточно простая. Она должна быть простой и красивой. Она должна объяснять, как в эволюции появлялся разум. Так же, как глаз изобретался в эволюции много раз. Суть по всему, разум и интеллект изобретался тоже очень много раз. В самых разных таксонах, которые шли деревьями эволюции, не встречающиеся друг с другом. Один, например, это у моллюсков, и мы знаем сегодня, что осьминоги обладают очень развитым интеллектом. Другой – птиц. Значит, эволюция, имея какие-то базовые принципы, изобретала разум и создавала его, возможно, не один раз. Решение должно быть простым и красивым. Оно должно автоматически выводить из некоторых фундаментальных принципов, так же, как и в физике, свойства, которые мы знаем в отношении разума, и прежде всего субъективный опыт. Как он возникает? Откуда у ребенка, который родился таким же, как многие другие, имеет такой же эволюционный опыт, появляется все богатство его индивидуального опыта? Как появляются эти новые элементы? Как они связаны друг с другом? Как одна мысль влечет за собой другие? Где они все хранятся? Как мы способны за несколько сот миллисекунд в этой огромной библиотеке мыслей и содержания нашего опыта, чувства, эмоций, вытягивать нужную нам? Как организован этот поиск? Какова эта архитектура? Я думаю, что простой ответ, короткий ответ, я бы сказал, заключается в следующем, что наш мозг – это огромная сеть. Она очень похожа на сеть огней в большом городе или сеть интернета. 86 миллиардов огней. 86 миллиардов огней. Это выше, чем какой-либо город, который мы, видимо, знаем. И они связаны между собой. Они еще имеют провода, это сеть физически связанная. Но разум наш автоматически не живет в этой сети. Он должен там появиться. И он появляется как гиперсеть. Вот ключевое слово для понимания разума, на мой взгляд, сегодня теория, которая описывала бы то, что из себя представляет разум, что это тоже сеть. Это сеть, в которой элементами являются элементы нашего субъективного опыта. Они могут быть разные. Они могут быть целостные воспоминания. Это сеть над сетью? Это сеть над сетью. Когда вы говорите, что сеть, у вас сразу же возникает первое. У сети должны быть узлы какие-то, единицы. Они должны быть как-то связаны. Динамика процесса должна быть. Вы можете потянуть за одну, узнать, какие активируются другие. Когда я вам скажу, там, Том Круз, вы вытащите из памяти фильмы, которые вы видели, может быть, девушки, с которыми он был знаком, эпизоды, в которых вы... Дальше вы можете вспомнить, когда вы смотрели эти фильмы, что с вами происходило, с кем вы в это время были. Это огромная сеть, по которой распространяется. Но сеть, обратите внимание, это не просто нервные клетки. Это ваш субъективный опыт. Это каждый из элементов этого, глаза Том Круза, его прическа, его рост и так далее. Это какие-то элементы, которыми вы как целые, как личные, соотносились с окружающим миром в каких-то контактах. Как образуются узлы в этой сети и связи в этой сети? Вот термин гиперсеть объясняет математически или геометрически, как это происходит. Гиперсеть – это такая сеть, где узлом в этой сети является какая-то совокупность узлов нижнележащей сети. Каждый из таких элементов нашего опыта – это много-много клеток. Но вместе они образуют что-то новое. У этой пирамиды есть вершина. И вершина несет другие свойства, чем много-много элементов. У вас есть хвост, шерсть, цвет, уши. И они вместе образуют собаку. И она что-то для вас значит. Вот вещь, которую очень сложно понять и исследовать. В какой момент появляется собака? Во-первых, откуда берется собака? А во-вторых, как собака связана с кошкой, с вами и так далее. То есть как образуются связи в этой гиперсети? Это сложно метафорически, потому что, если вы представите себе много-много разбросанных элементов, как собаку по вашему мозгу, то она связана с другими элементами, с кошкой или с вашим домом, хозяином и так далее. Теми связями, которые эти элементы связаны с теми элементами. То есть на самом деле существует мозг. Физически существуют только нервные клетки, которые связаны с другими нервными клетками. В этом-то и проблема. Но у них появляются свойства, которые образуют эту гиперсеть. И эта гиперсеть – это и есть наше «я». И распространение… Это и есть наша Вавилонская библиотека, в которой записан текст. Обратите внимание, что они записаны непросто. Это не клишка, которая столит на одной полочке. Вы не можете вынуть собаку из одного места в нашем мозге. У вас цвет ее шерсти хранится в одном месте, ее хвост и лапы хранятся в другом, ее свойства как друга хранятся в третьем, ее лай хранится в четвертом. Это много-много книг, где по одной фразе в самых разных частях библиотеки записано что-то о собаке. Они должны собраться вместе, чтобы создать это новое качество. И мозг умеет это делать. Однажды мой сын, будучи где-то в классе в пятом-шестом, когда он осознал, ну как и все ученики в этом возрасте, осознают процесс развития человеческой цивилизации. И в данном случае он понял, что в России это примерно от петровских времен. Когда он понял, что вот последние 300 лет это был потрясающий взрыв, а туда назад это тысячи и тысячи и тысячи, медленно, медленно, медленно. Он нас спросил, это правда? Мы за 300 лет так развились? И ничего не было раньше? И вот 50 лет назад не было ни компьютеров, ни телефонов. Сказал, правда. И он заплакал. Я спросил, почему ты плачешь? Он сказал, почему так неравномерно? Если говорить об эволюции мозга в таком вот нейрофизиологическом смысле, это как было? Это тоже вопрос, которым сегодня очень активно занимаются нейробиологи и молекулярные биологи. Потому что мы имеем некоторые летописи, по которым мы можем восстанавливать этот процесс. Мы можем сравнивать себя с нашими относительно недавними предками, с которыми мы разошлись. Мы знаем эти геномы. И мы знаем, как в этих геномах закодированы гены, которые отвечают именно за развитие мозга. Потому что они имеют специфическую экспрессию и нужны для того, чтобы наш мозг сформировался во время индивидуального развития. Тогда мы можем задать вопрос, сколько изменений произошло за то время, когда мы разошлись, например, от шимпанзе, и где они произошли? И что за счет этого возникло в мозге? То есть это исследуемый вопрос. Ответ, который сегодня существует, черновой ответ, заключается в том, что в ответ на вопрос вашего сына, все, что было создано на этапе человеческой цивилизации, было создано мозгом таким же, как у нас. То есть мы уже десятки тысяч лет имеем тот же самый мозг. Все, что происходит после этого, это культурные вещи. То есть наши культурные, технологические, научные прорывы с эволюцией нашего мозга, вот так не связаны. Если бы оказалось, что за время развития человеческой цивилизации, ну, за несколько тысяч лет, например, какие-то вещи перешли в наше биологическое наследство и стали частью мозга, которая создается теперь врожденно, то это было бы крупнейшим переворотом в понимании механизма биологической эволюции. Пока мы знаем, что биологическая эволюция не поспевает за темпами того, что возникает за счет культурного наследования. Ну, то есть, по крайней мере, наука сегодняшняя не знает никаких способов наследования культурных вещей так быстро. Это всегда десятки, сотни тысяч лет. — Константин Владимирович, а как Вы объясняете вот эти параллельные, получается, абсолютно параллельные эволюции нашей цивилизации и человека как биологического вида? Потому что, скажем, вот если посмотреть на то, как люди сами себя описывали, описывали окружающий мир, то от первых каких-то попыток осмыслить на уровне наскальных рисунков потом создаются развитые довольно серьезные картины религиозной мира и разные, мы знаем, абсолютно разные религиозные, и где-то они похожи, где-то они отличаются. И потом наступает новая эпоха, когда новые времена, ну, это прежде всего там с эпохи Возрождения на Западе, когда все эти религиозные картины мира рушатся, и, собственно, начинается научное познание, которое заканчивается тем, что Вы сидите здесь и рассказываете о том, как устроен наш мозг. Как Вы думаете, и при этом же Вы только что сказали, что, в принципе, вот это все было создано тем мозгом, который мы уже имеем. Как это объяснить? А в чем проблема? А зачем все это было? А ведь эволюция не имеет вопроса, зачем. Она всегда движется вперед, она исходит из того, что есть, так же, как и научное познание. Помните, как у Гёте Фаусти, что есть дорога? А дороги нет, вперед в неизвестную. Вот как живет человеческий мозг и биологическая эволюция. Как Вы относитесь к религиозному опыту Ваших коллег, ученых, естественников? Довольно многие, допустим, физики, которые занимаются фундаментальными проблемами, там, космологии, да, устройства Вселенной, они говорят, что либо ты смотришь на это как физик и понимаешь, что все намного сложнее, и тогда религиозный взгляд и опыт для тебя просто невозможен. Мне всегда казалось, что... И продолжаю отказаться. что разделение на нетелесную, божественную душу и мозг приводит к тому, что человек, занимающийся мозгом, долгое время исследует его, пытаясь понять его. Особенно это видно на многих западных ученых, великих нейрофизиологов 20 века, которые были Нобелевскими лауреатами, которые делали выдающиеся открытия. А в конце своего пути или даже в середине пути приходили к тому, что они задавались вопросом, а как все эти процессы, которые я очень хорошо изучил на уровне отдельных клеток, сигналов между ними, передатчиков и так далее, соотносятся с душой, и как душа входит в мозг. Если вы с самого начала не ставите вопрос, что вы должны в теории мозга одновременно объяснить и разум, что у вас должна быть теория, вот в русском языке, я недавно для себя открыл это, есть прекрасная возможность сказать, что то, что мы должны понять, это мир, мир большими буквами, мозг и разум. Вы должны понять, что такое мозг, что такое разум, вы должны понять самое сложное, ай-б сидит на трубе, вы должны понять и. Это описывается большими буквами мир. Вот если вы не ставите проблемой понять, что такое мир, а долго работаете с мозгом, а при этом являетесь личностью, у вас есть своя система ценностей, пониманий, вопросов, то через некоторое время оказывается, что вы накопили очень много в одной области, но оно совершенно не связано, и вы остаетесь в ситуации. Кстати, очень многие физики не принимают идею эволюции, то есть не понимают. Идея эволюции же ужасно сложная. Это идея часовщика, как одна из метафор. Если вы находите в листве часы, если вы находите камень, то вы даряете и отбрасываетесь. Если находите часы, то у вас возникает вопрос, откуда возникла такая сложная вещь и где часовщик. Если у вас нет идеи эволюции, что этот часовщик, который работал миллионы лет, мириардами проб и ошибок, и это собралось постепенно, то это выглядит чудом. Вы в своих интервью отмечали, что ваш дедушка Петр Кузьмич Анохин, он оказал на вас довольно сильное влияние на ваше формирование как ученого, но в свою очередь его-то биография научная была полна встречами, взаимодействиями с людьми, в общем, выдающимися. Чьими именами теперь у нас названы институты и научные центры, и Павлов прежде всего, Ухтомский, Бурденко, он был знаком с Луначарским, Вишневским. Вот из этой блестящей плеяды, из научной биографии вашего деда, с кем бы вам было бы интересно поговорить, кого вы выделяете как-то особо? Я бы, во-первых, назвал еще Бехтерева, потому что он начинал работать с Бехтеревым. Во-вторых, если коротко, я бы сказал, что со всеми, но вас это не удовлетворит. Тогда я бы сказал следующую вещь. Я бы попросил полчаса разговора со всеми ними, прежде чем ответить на ваш вопрос, если нужно выбрать одного, и задал бы такие же вопросы, как вы задаете мне. И по ним, я надеюсь, я смог бы определить, с кем мне интереснее всего было бы продолжить этот разговор. Потому что ученые ведь хотят поговорить с теми, кто был до них не только потому, что это мудрые люди, они лелеют надежду, что, может быть, великие умы и личности предыдущих поколений знали ответы на некую загадку мира, тайну, которую они пытаются сами раскрыть. И что они им помогут. А с другой стороны, наоборот. Вот Нобелевский лауреат, физиолог Павлов, он, вот ваш дед слушал в лекции, да? Скажите, а у вас сейчас есть какое-то знание, которое бы, по-вашему, для Павлова было бы важно и которое бы могло его поразить? Ой, конечно. Столько всего произошло. Я могу сказать так, что если бы мне захотелось сделать ему приятное и интересное, кроме таких вещей, я бы ему рассказал о том, что условные рефлексы, то, что его интересовало больше всего, мы сегодня можем... И он говорил, что вы должны понять всю силу учения об условных рефлексах, если вы можете показать пальцем, где было возбуждение, куда оно перешло, он был сильным материалистом. Что мы сегодня можем сделать такую вещь. Мы можем нужные клетки в мозге, воздействуя на них специальным образом, заставить, притягивать к себе те или иные условные... То есть мы можем заставить условные рефлексы соединяться и устраиваться по нашему желанию, зная, как работают нервные клетки, и образуя искусственные условные рефлексы без внешних сочетаний, что является, на мой взгляд, очень ярким воплощением его такого материалистического, строгого взгляда на, на как поработать нервная система. Спасибо огромное. У нас в программе был член-корреспондент Российской Академии Наук, руководитель отдела нейронаук научно-исследовательского центра Курчатовский институт Константин Анухин.